Приветствую всех на канале, с вами Алекс Кларк и в рамках новостных выпусков я решил поднять одну тему, а если конкретнее, то про возможное воскрешение Абигейл. Но не будем тянуть, ну а мы начинаем. Итак, около недели назад Рейни Мазер выпустил один пост, в котором были написаны следующие слова. Король Пиглинов вновь просит принцессу Незера о помощи. Погодите, принцессы Незера больше нет. Если только... Нет, это невозможно. И чуть ниже написан закрепленный комментарий. Крестоносцы. Нас четверо против одного. Король Пиглинов. Мне понравился такой расклад. Итак, что же мы можем выяснить из этой приписки? Ну, в принципе, ничего важного. Всего лишь бывшую подругу Райна могут воскресить. Это же не какая-то там Церис. Ну да ладно, я заканчиваю ерничать и начинаю рассуждать по данному вопросу. Первое. Кто вообще сказал о том, что Абигейл будет воскрешенной принцессой? Ведь титул принцессы это титул, который может кому-то передаваться. А следовательно, со времени смерти Абигейл в Незере могла появиться какая-то новая принцесса. И возможно, ей станет кто-то, кто выжил в битве с Инферниусом в Ковине магов. Или же вообще какой-нибудь новый персонаж, который прибудет из дальних краев. Ну, по типу Ностры. Но только не Ностры. И поэтому все ваши взмущения по типу. Вот, воскресили Абигейл. Теперь это испортит историю. Ведь воскрешение Райна никак не испортило историю. А воскрешение Абигейл стопроцентно ее испортит. А то, что Райна нам покажут как человека принципиального, любящего лишь одну девушку и не кидающегося на плечи первой встречной, этих людей вообще никак не касается. И они об этом вообще не думают. Но вот как-то так мыслит фэндом. Если же предположить, что вернувшись однодр-принцессой окажется Абигейл, то возникает вопрос. Как именно ее воскресят? Типа, ее тело сгорело в лаве, и от него ничего не осталось. Ну, есть пару догадок. Во-первых, то, что Абигейл сгорело в лаве, и то, что от ее тела ничего не осталось, нам не показывали. Нам лишь показали то, как тело упало в лаву, и после этого от лавы поднялся небольшой пар. Но это не значит, что тело было полностью уничтожено. Ведь лава в Незере, гипотетически, может действовать как специфическая крирозаморозка. Ну, что-то вроде пирозаморозки. Ну, то есть, гипотетически, она может сохранять тело до момента, пока это тело кому-либо понадобится. Или, возможно, в этой лаве живет какое-нибудь существо, которое успело бы сохранить тело девушки. Но это звучит немного бредово, так как даже кости скелетов кидали в лаву, чтобы они уж точно не воскресли. Второй, уже более вероятный вариант, раскрыт в предыдущих сливах. А именно, у нас есть король пиглинов, и у короля пиглинов есть кристалл края. И, гипотетически, когда королю пиглинов нужна будет помощь, при помощи магии кристалла края, он может захотеть воскресить своего лучшего воина. А именно, Абигейл. Ну как, если же тело сгорело? Ну да, но мы не знаем о свойстве магии края. Возможно, при помощи кристаллов и частичек сгоревшего тела, которые могли выделиться вместе с паром, он может собрать новое тело для принцессы. И тем самым вернуть ее к жизни. Но ее разом уже будет чист от звезды Незера, так как звезду хранит в своей башке на Евус. Ну, по идее. А значит, данная героиня может с легкостью перейти на сторону Райна. Ну, потому что она перешла к Незеру только из-за того, что Райн погиб. А потом звезда Незера свела ее с ума, и она о нем забыла. А без звезды, по идее, она сможет его вспомнить и присоединиться к его отряду. Но крестоносцем Эндерстоуна она не станет, так как крестоносцев Эндерстоуна назначил Зеганерн, который был правителем Эндерстоуновых дельт. А поскольку Зеганерн умер, она так и останется обычным человеком без фракции. Но, возможно, присоединится к Форсборну. И на этом все. Говорить о кадре, который шел до данной приписки, я не собираюсь, так как этот кадр был вырезан из клипа Джессой Ноу. И он демонстрирует внутренние переживания главного героя. И я уже хотел заканчивать твой ролик, но тут вышел кадр по основному сюжету клипа Этернал. И я хочу его также разобрать. Поэтому приступим. Припиской к Сливу служит фраза «День отдыха в таверне Форсборна». И это значит, что главы Форсборна вместо того, чтобы наращивать силу армии, решили наращивать силу праздной жизни и, видимо, поставок бухла. Почему я так решил? Ну, это же таверны. А что делают в таверне? Правильно, бухают. А на самом кадре представлены три героя. А именно, Райн, Стелла и Ланс, находящийся в теле Эндергорфа. Райн, скорее всего, заказывает какую-нибудь выпивку. Стелла просто тусуется с ним. А Горф, ну, герои решили дать ему отдохнуть и поспать. Ведь он долго преследовал их от Назарвенских территорий до Дредфорта. Причем преследовал не верхом. И что наши герои забыли в этой таверне? Ну, скорее всего, они планируют отдохнуть после долгой прогулки. Зачем же они взяли с собой Ланса? Ну, не знаю, скорее всего, он тоже хочет выпить. А может быть, в этой таверне наши герои просто будут обсуждать планы поиска кристаллов. И, возможно, они ждут Кейна и Киару. А те, в свою очередь, скорее всего, заключают мирный договор с генералом Патриком. И, возможно, даже заключают договор о поставке алкоголя. Кто знает. И, возможно, в этом помещении наши герои заведут диалог по типу того, который нам сливал Рейни Матор. Ну, там, где герои обсуждают личную жизнь Райна. И также обсуждают его связи с погибшей принцессой. Ну, и, в принципе, всё. Говорить о стульях, столах и так далее нет смысла. Люки нам тоже не интересны. А сюжет до боли очевиден. Хотя, может быть, в данный момент случится какой-нибудь так называемый вот это поворот. И, возможно, в таверну кто-нибудь ворвётся. Хотя, это маловероятно. Ну, и, в принципе, всё. Всё, что хотел показать и рассказать, я вам показал и рассказал. Всем удачи. Всем пока. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok